Два дня сильнейшие армрестлеры мира боролись за звание лучших, а One Russia Open, один из самых престижных турниров в армспорте, привлек в столицу Северной Осетии самых именитых представителей этого вида спорта. Во Владикавказ прилетели спортсмены многих стран и даже Джон Брезинг, профессиональный армрестлер из США, 26-кратный чемпион мира, легенда армспорта. Его потрясающая спортивная карьера не осталась незамеченной даже в индустрии кино. В 1986 году он стал прототипом героя киноленты с участием Сильвестра Сталлоне. Это замечательные соревнования. Организация просто потрясающая. Одна из лучших на моей памяти. А также здесь собрались лучшие не только Европы, но и всего мира. Так что о чем еще можно мечтать? Первый день соревнований выявились победители на левой руке во всех категориях. В абсолютном весе победу одержал Андрей Пушкарь, представитель Украины. Он одолел турка Фадира Усман Ли. Самое интересное было во второй день соревнования на правую руку теперь не только у мужчин. Соперничали и женщины, называть которых слабым полом язык бы не повернулся. Все болельщики ждали выступления самой титулованной спортсменки из Осетии Ирины Макеевой, многократной чемпионки мира. Как оказалось, не зря. Ирина блестяще прошла в полуфинал, где встретилась с очень сильной соперницей из Бразилии Габриэлой Восконцелос. По ходу турнира та показывала отличные результаты и казалась главной претенденткой на победу. По итогам двух схваток победу одержала наша чемпионка и в финале достаточно легко одолела спортсменку из Москвы Ирину Гладкую. Тем самым порадовав всех, кто пришел поддержать ее. Это безумные эмоции. Вы даже не представляете, что я сейчас испытываю. Наверное, это самые сильные эмоции за 15 лет, которые я испытывала. И счастье победы, потому что я именно выиграла на родине, у себя дома во Владикавказе. И особенно в абсолютной весовой категории с самыми сильными спортсменками мира. Я очень счастлива. У мужчин на правую руку весовой категории до 80 килограммов победу одержал еще один наш именитый чемпион Хаджи Мурат Залоев. А в весе до 95 килограмм в финале Спартак Залоев уступил американцу Тодду Хэтчинсону. Под конец оставили самые захватывающие схватки в абсолютном весе у мужчин. Лучшим стал, как и на левой руке, Андрей Пушкайр, одолев в финале со счетом 3-0 Джона Брезенко. Борьба за третье место так и не состоялась. Американец Дэйв Чаффи досрочно одолел Хаджи Мурата Залоева, получившего травму. Артем Болотаев, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова